Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. На минувшей неделе в здании администрации городского округа состоялось заседание антинаркотической комиссии. На совещании подвели итоги минувшего года и обозначили направление работы комиссии в этом году. Подробнее в нашем репортаже. По традиции на заседании антинаркотической комиссии собрались представители администрации города, образования, здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов и других заинтересованных структур. Вопросы обсуждали самые серьезные и злободневные. Главный на сегодняшний день, отметил заместитель главы администрации по социальной кадровой политике Наталья Лапшина, уберечь молодежь от пагубных привычек и заслушал доклады членов антинаркотической комиссии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество людей с алкогольным объединением возросло на 4%. Также речь шла и о работе учителей и социальных служб, которые призваны проводить профилактические беседы о вреде алкоголя и наркотических средств среди жителей города всех возрастов. В городе проводится множество мероприятий для молодежи, способствующих воспитанию здорового образа жизни. Но как ни печально, выявляются случаи алкогольного и наркотического опьянения у жителей города. Участники совещания обсудили меры профилактики борьбы с алкоголем. Чтобы бороться с этим негативным явлением, предполагается запретить в праздничные дни продажу алкоголя в торговых точках, а также провести работу в средствах массовой информации по профилактике алкоголизма. Провести в 2017 году работу в средствах массовой информации компанию по профилактике алкоголизма. Ну, различные ролики. Может показать этих алкоголиков, до чего их жизнь опустила. Что касается охраны общественного порядка, вот вносим такое предложение. Просим рассмотреть вопрос о включении в обязательно в постановлении главы администрации о проведении уличных и публичных мероприятий с участием количества более 100 человек. Обязательный запрет продажи алкогольной продукции. Обсудив сложившуюся ситуацию, члены комиссии выстроили план дальнейшей работы по проведению профилактических мероприятий на территории городского округа на этот год. Константин Меркшов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В этом году 27 февраля – это особый день для верующих, знаменующий начало Великого Поста. Продлится пост до Пасхи, а она в этом году отмечается 16 апреля. Это все впереди, а накануне горожане провожали зиму. Как город отметил Масленицу, знает Константин Меркшев. Мы-то блинные, мы победим. Готовы? Корабль готовы? Итак, давайте посчитаем все вместе. Раз, два, три, поехали! Давай, давай, блинные, давай! Давайте, парабль не поводите! Уф! Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица. Вот потом, после него, долгих семи дней нельзя будет веселиться, очищаясь от грехов. Верующих ждет Великий Пост. В этом году Масленица началась 20-го и продлилась до 26 февраля. Блинная неделя в Кумертау завершилась в минувшее воскресенье массовыми гуляниями возле Дворца угольщиков. Масленица – это народный праздничный цикл, сохранившийся на Руси с физических времен. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. Народ и по сей день верит, что если хорошенько не отвести душу в Масленичную неделю, потом целый год придется жить в несчастье. Поэтому веселятся люди от всей души. Мы уже с утра созваниваемся, просим друг друга прощения. Ну, это традиция, ее нельзя нарушать, как говорится. Для души праздник. Прощеное воскресенье, всех просим прощения. Завтра начинается Великий Пост. А сейчас Масленицу отмечаем, провожаем зиму. Масленицу в народе всегда любили. Один из главных атрибутов этого праздника – блины. Ну и как же обойтись без традиционных праздничных забав – песен, плясок и перетягивания каната? Всех кумертаусов порадовала насыщенная театральная программа. Ведущие сыпали шутками и прибаутками. Коллективы Дома культуры Рассвета исполняли художественные номера. Люба, русая коса, казаки бедовые, влюблены в ее глаза светло-васильковые. Люба, русая коса, казаки бедовые, влюблены в ее глаза светло-васильковые. Несмотря на такую погоду, все равно настроение нормальное, отличное. Очень приятно, что так организовали красиво. Очень даже. Хорошо, молодцы. Песни, танцы, игры. Все понравилось. Кульминацией праздника было сжигание чучела, как символическое уничтожение всего старого и освобождение места для нового, молодого и лучшего. Кумертал попрощался со старухой зимой и теперь с радостными улыбками готов встречать красавицу весну. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Константин Мякуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Городской проект 52 выходных дня продолжает набирать обороты. 25 февраля в историко-краеведческом музее прошло очередное мероприятие. В этот раз работники музея поведали гостям об истории создания электрических и керосиновых ламп. Подробнее в сюжете. На минувши выходных в историко-краеведческом музее состоялось мероприятие под названием «Огонек под колпаком». Напомню, подобное мероприятие прошло в рамках городского проекта 52 выходных дня. Гостями стали учащиеся девятой школы. Пригласили детей, которым будем рассказывать о том, каким образом человек приручил огонь, начиная от костра до сегодняшних светодиодных и светосберегающих ламп. Мероприятие проходило в две стадии. На первой лекционной ребятам рассказали историю создания электрических и керосиновых ламп. Как они работают, кто первый изобретатель. Посмотреть было на что, ведь в музее находится огромное количество экспонатов. То есть на каждом из таких мероприятий мы рассказываем о каких-то музейных предметах. Некоторые из них находятся у нас не только в витринах музея, но и в фондах, в хранилище. К примеру, сотрудники историко-кровеведческого музея показали принцип работы керосиновой лампы. Вот в такую емкость, обычно металлическую, заливали керосин и опускали туда вот такой вот фитиль, который протянут вот таким образом. Фитиль намокал, значит, керосин таким образом перегорал и фитиль потихонечку тоже сгорал. Как в любом учебном заведении, за лекцией следует практика. Гости мероприятия закрепили получившие знания в игровой форме. Поделившись на три команды, участники квест-игры проходили девять запланированных станций. Здесь несколько станций, здесь вот какой-то посадцевый, это видите, и тот материал, который они получили в лекционном зале, они применяют на практике. Кто-то справился с заданием, кто-то нет, но абсолютно все ребята остались довольны мероприятием. Мероприятие мне понравилось, потому что было много интересного о электричестве, о лампочках, огне и о факелах, как их создавали. Проект 52 выходных дня будет реализовываться в течение всего года. По словам организаторов, впереди жителей ждет еще много интересных мероприятий. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.